запоминайте мы всегда топим ip68 если у нас есть смартфон надеюсь он не погибнет это к 60 ультра я выставляю здесь 4к 60fps и мы благополучным образом с вами начинаем снимать на это дело пока мы его топим придется на фронталку не знаю почему я решил так но неважно во всяком случае сейчас вы видите как к 60 ультра может снимать под водой над водой из воды и надеюсь что данная информация для вас полезно разумеется не стоит даже ip68 таким образом тестировать третировать видите сенсор не работает может быть на когда вы не вынимаю вот будет работать в работает все сбросилось в целом смарт выжил и лучше так не делать но если очень хочется знайте что ip68 может это выдержать всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сани и здесь только подробные обзоры и долгие стримы сегодня вопреки всему несмотря ни на что я расскажу вам про redmi к 60 ультра чем хорош этот смартфон сходу 144 герц экрана почти 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 полтора миллиона баллов в antutu это дело выбивает стоимость у него в два раза ниже практически чем у сяоми 13 т про хотя по большому счету это тот же самый девайс то есть сначала был у нас redmi к 60 ультра а потом они сделали линейку сяоми 13 т про с другим основным сенсором другим у ультра шире ком но это лирика почему потому что кроме основного сенсора что в 13 т про что здесь это считайте как затычки здесь amx 800 он в каких-то моментах чуть-чуть хуже чем amx 707 основной сенсор у сяоми 13 т про хотя я с этим не на сто процентов согласен потому что апертура здесь намного лучше но размер сенсора меньше не будем а лирики 144 герц экрана плотность пикселей за 450 пипи очуменные touch помимо этого две с половиной тысячи нет пиковая яркость пусть даже на маленьком кусочки и редко но это все равно серьезно айпи 68 воды это дело не боится углы разумеется встают play market встает и по большому счету еще раз повторяю что это прародитель сяоми 13 т про с остальными плюшками 13 т про для вас сравню его по камере с айфоном 15 понятно что здесь это не особо актуально сяоми 13 т про с айфоном 15 было актуальный обзор разумеется уже на канале сяоми 13 тоже обзор на канале и здесь внешнего даже по блоку камер чуть-чуть по-другому выглядит разумеется 10 инфракрасный порт 120 ватт зарядки ну а самое самое приятное и в каком-то смысле даже неприличная это его цена то есть это реально очень дешевый очень крутой смартфон по большому счету если бы не его минусы я бы даже вам сказал бы не смотрите этот обзор а бегите покупать но минусов более чем достаточно смотрим распаковка данный смартфон поставляется в плотной черной коробке на ней есть краткой информации название модели упаковано все хорошо в комплекте мы имеем сам смартфон адаптер питания на 120 ватт с китайской вилкой кабель для зарядки с юсби и на юсби си ключ для прорезиненного слота под две наносим карты карту памяти разумеется запихать нельзя к слову есть сим смартфон также не поддерживает и запомните есть им в китае не найти может быть кто-то и нашел но поэтому там и айфоны двухсимочные физически последнее это обыкновенный силиконовый чехол габариты смартфона составляют 162 на 75 на 8 с половиной миллиметров все как у ну вы поняли сяоми 13 ты про а вес 204 грамма в стоке разумеется нет русского языка для сяоми это стандартно но есть английский язык разумеется можно установить программу и она вам полностью практически все переведет гуглы встают без проблем play market то же самое розыгрыш и море читаем описание какие сейчас актуально постоянно это 5 мебендов 7 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании всем кто оставит любой комментарий знайте вы помогаете проекту огромное спасибо за просмотр перейдем же непосредственно к смартфону продажи есть три расцветки это черный белый зеленый дизайн смартфона отличается от дизайна к 60 и к 60 pro выглядит данная модель по мне стильно тыльная часть выполнена из глянцевого стекла но рамки разумеется пластмассовые сборка хорошая материалы качественные ко всему смарт имеет стандарт водонепроницаемости ip68 в начале вы видели как я его топил в руке смартфон лежит удобно пользоваться одной рукой можно но не всегда удобно на корпусе расположена кнопка питания качель регулировки громкости разъем usb type-c от аг версии 2.0 по моим тестам далее есть микрофон и динамики звук с к 60 ультра стерео с поддержкой dolby atmos а качество звука хорошее плюс есть различные предустановки с кастомным эквалайзером что очень удобно и понятно что это полуторка но здесь в отличие от 13 про ощущение как будто не полуторка вибромотор неплохой тактильно приятный ближе к премиуму вибро здесь классная настроить силу вибрации можно ох аптекс bluetooth кодеков на борту достаточно и к порт как всегда у сяоми в наличии а мини джек как часто бывает в таких смартах с ip68 отсутствует хотя опять же есть марта например zenfone 10 с мини джеком обзор на канале он такой компактный но с айпи 68 смартфон оснащен олед дисплеем с разрешением 2712 на 1220 пикселей на 6,67 дюйма странно так как для про версии решение было лучше матрицы экрана абсолютно плоская рамки небольшие как и подбородок но заметные плотность пикселей 446 5 экран поддерживает технологию dolby vision пиковая яркость 2600 нет но опять же там на маленьком кусочки ее не поймать и в целом здесь яркость как у пока f5 pro в максималке поэтому при прямом попадании света на экран яркости конечно достаточно но это вам не iphone запас яркости по мне есть авто яркость отрабатывает корректно и быстро частота обновления экрана максимум 144 герца которые вы практически нигде не увидите но я увидел их в antutu а вот игры поддерживаются под 144 герца только китайские автоматический режим разумеется также на борту тач на 480 герца результаты теста на частоту дискретизации касания вы видите на экране он выдает средний результат напоминаю что по идее нужно все закидывать в игровой режим и потом тестировать но я придерживаюсь простой политики если у вас есть смартфон в айфоне нет игрового режима в айфоне нет отдельно ночной съемки и программных и аппаратных мощностей у данных смартов должно хватать чтобы понять что я туда тыкаю или я в него играю или фото делаю ночью правда мультитач на борту экран спокойно откликается над 10 касания одновременно 10 димминг вшит показатели шима вы наблюдаете на экране в принципе шин выше 20 процентов не поднимается но может скакнуть и 10 димминг будет какое-то время все равно отрабатывать в целом все неплохо полноценную always on display в наличии разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев расположенного под экраном и распознавание лица сканер отпечатков пальцев работает хорошо расположен как говорится дешево чем выше отпечаток расположен как мы знаем от ван класса тем это дороже для производителя распознавание отпечатка работает довольно быстро завести можно до 5 отпечатков пальцев для многих минус для меня что можно завести один и тот же для многих плюс что вы можете завести 5 одинаковых пальцев распознавание лица срабатывает стабильно хорошо и даже под небольшим углом биометрические данные можно зарегистрировать до двух лиц при том разных летим дальше процессор mediatek dimensity 92 2 0 плюс и он греется и есть он очень много для того чтобы понять как много он есть достаточно посмотреть сколько он съел в antutu в обычном тесте на производительность либо на моем лайв канале есть уже даже в шортах как я гонял этот смарт и насколько он сбросил яркость и не в шортах тоже есть часовой тест но об этом позже с техпроцессом здесь 4 нанометра с 8 ядрами максимальная частота которого 3,35 гигагерца графический процессор mali g715 immortals mp11 интерфейс миюай 14 на базе андроида 13 версии разумеется все будет обновляться оперативная память lpddr5x и доступна на выбор 12 16 и 24 гигабайта внутренняя память ufs 4 0 и на выбор 256 512 гигабайт и 1 терабайт имеется поддержка вай фай 6 и есть поддержка 5g сетей и ниже для 4g 7 и 20 бэнда нет связь смартфон ловит хорошо но у меня с ним ужасные воспоминания потому что интернет он вообще не ловит я не знаю почему я похимичил и в итоге у меня с разными настройками получилось все таки чтобы он нормально ловил я уверен что есть вариант настройки при которой он будет ловить вообще волшебный но пока я считаю что использовать подобное можно только в больших городах без проблемы нервоза при том там где не ловил он ловили все айфоны и все риме даже самые дашманские примерно как в тек на история вот так на ужасно ловит во всяком случае те что были у меня которая покупал и получается смартфоны от redmi без бэндов наших стандартных седьмых и двадцатых и без агрегации частот запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи разговора разумеется в 13 pro в глобалке такого нет bluetooth версии 5.4 последние на все поддерживается мир пэй встает gps тест показывает точность до одного метра но напоминаю что куалком овский 3 метра лучше чем у дэмэнсити один метр емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов писем арки выдал почти восемь часов тест я проводил при ста процентах яркости и 144 герцах экрана redmi к 60 ультра поддерживают быструю зарядку на 120 ватт но беспроводной зарядки разумеется нет в 13 т проб тоже и они стараются это мягко забыть вроде у них есть теперь защита от влаги но вот этой блямбы за пять долларов они туда не запихали для беспроводной зарядки заряжается от родного адаптера питания от 0 до сотки в среднем за 22 минуты при просмотре видео на ютюбе на максимальной яркости поедается просто какое-то космическое 12 процентов заряда в играх же с одновременным стримингом на твиче иногда уходит 21 процент а иногда и 32 но яркость смартфон сбрасывает люто повторяюсь есть целых два ролика на лайв канале которые вы можете посмотреть и решить что он сбрасывает яркость почти как iphone потому что iphone сбрасывает яркость в два раза больше чем этот перейдем же к тестам тротлинг тест смартфон завалил после 10 минуты 441 гипс максимум 375 гипсов в среднем 256 гипсов минимально при 60 минутах в гикбенче шестом в сингл кори 1271 мульти кори 3528 в gpu open сел скоро 8175 сколько в смартфон выдал в 3d марки вы видите стабильность была ничего в antutu выдал почти полтора миллиона попугаев сторож тест показал очень крутые 142000 стресс тест прошел очень плохо и результаты вы видите на экране далее основной блок камер стельной части состоит из трех сенсоров и двойной лет вспышки основной сенсор sony amx 800 на 50 мегапикселей с апертурой 1.7 и автостабом сверх ширик sony amx 355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя и после долгих консультаций со своими подписчиками и сравнения фотографии видео для меня если честно что sony amx 707 2021 года в отличие от мх 800 2022 года снимает может быть в каких-то моментах чуть чуть лучше и sony amx 707 стоит у нас в сяоми 13 т про а еще он стоял в 12 с 12 с про и посмотрите еще много где и в основном эти аппараты снимают не очень даже по прошествии времени amx 800 может еще раскрыться хотя размер пикселя здесь небольшая апертура ничего такая плюс он урезан но эта физика главное посмотрите примеры фотографии в не сжатом виде у меня в личной телеге очень много фоток если они вас устраивают все будет хорошо цифровая стабилизация на борту зум есть цифровой оптического зума нет то здесь у нас нет телевика запись видео доступно с основного сенсора 8 к 24 fps и да они нужны для того чтобы кропать 4к 60 fps и ниже 4к 120 fps отсутствует фронтальный сенсор с апертурой 2 и 2 находится по центру экрана он печален но ничего страшного мы всегда знаем что у нас у сяоми с фронталкой беда максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps на борту есть различные режимы вспомогательные функции панорамная съемка ночной режим серийная съемка hdr режим про режим и так далее ну что же вот такой вот разнос 4к 60 fps 2 сморта и это родмика 60 ультра против айфона 15 раз два три 4 5 и смотрим как все это дело может снимать я бы не сказал прям что яблоко так легко выигрывает напоминаю что родмика 60 ультра он может снимать 8к 24 fps яблоко этого делать не может по поводу того насколько хорошо что снимает ну и тот и другой смарт чехла микрофона вы слышите картинку вы видите решать как всегда как говорится вам неудобно держать конечно неудобно ну и прямо совершенно стандартное место 4к 60 fps съемка с двух рук все закрыто к сожалению или к счастью но зато можем посмотреть как все снимается так если говорить откровенно то разумеется желтым сяоми перевирает яблоко очень сильно перевирает с белым то есть он желтый теплый свет и подносит вам как холодный по факту вот здесь прямо очень теплый с другой стороны но это объективно более выигрышная картинка и хорошо что яблочники так делают по поводу света стола до яблоко идеально передает то есть цвет на сяоми не верный если этот стол взять то же самое зеркало и здесь же как серпом как говорится 1080p 30 fps в этого волшебного к 60 ультра и 4к 60 fps ужасного айфона 15 мне сейчас многие как всегда будут писать хватит уже с айфоном сравнивать по видео а чем сравнивать по видео с тем же сяоми или с реуми с отсутствующей фронталкой ну будет у новинку урил мед не буду вас мучить нормальной камеры будут две братья говорит ну вот здесь вот желтая здесь трясется да нужно четко понимать что есть фронтмены по камерам тем более не самая дорогая камера получается у яблоко не пашка если про макс вот так еще немного ночных мучительных видов 4к 60 fps еще и движение еще из двух рук и никаких штативов надеюсь не растянусь и вы сможете увидеть потом на что способны эти наши два смартфона притом как правильно мне пишут многие к 60 ультра конечно нереально приятный по стоимости без бэндовый без русского языка бэндов 7 поломает 20 здесь нет обзоре разумеется уточню 20 точно нет и в для многих это будет критично извините болею вот сейчас плюс-минус так вы сможете наблюдать свои потом похождения на смартфон если будете записывать плавненько и ультра ширик до что-то какая-то беда с чумами у сяоми разумеется можно увеличивать яблоко тоже можно увеличивать никаких проблем с этим яблоко нет одинаково бесполезная картинка но еще чуть-чуть фронталки 1080p 30 fps и до утра ширик на сяоми на редми правильно сказать к 60 ультра он такой же печальный то есть у него 1080p 30 fps и я сейчас пытаюсь просмотреть если что-то хорошего сяоми так но нету вот дерево хорошего ну что 4к 60 fps смартфон к 60 ультра и iphone 15 зачем айфон 15 все очень просто потому что по стоимости он примерно такой же как сяоми 13 т про 13 т про как мы прекрасно знаем это глобальная версия ридми к 60 ультра только попроще попроще в плане основного модуля потому что ультра ширик там получше но мы не будем распространяться что там лучше потому что там все до такой степени похоже что бенды просто-напросто получаются те же вот так вы сможете снимать эти смартфоны давайте попробуем увеличивать яблоко и яблоко x6 яблоко x6 вот при x6 оба смартфона показывают кто есть кто уходим на единишку яблоко может на ультра ширик переходить но мы не для ультра шириков здесь сравниваем что-то почему потому что опять же ультра ширик здесь никакой ничего не удивительного не в принципе как говорится достаточно лучше то самое интересное понеслась 4к 60 fps самое оперативное место какое только может быть для съемки и сейчас вам поймете почему я очень часто снимают здесь для смартфонов прошел что они не остановились вообще принципе в азии не принято снимать людей вот так вот очень часто снимаю смартфон и хорошие именно в этой локации почему потому что здесь море источников освещения очень сильно мега противно и вы видите да насколько тяжело с мартом на основной модуль снимать вот эту картинку ноги смотрите на ноги лошади задние копыта на редми и на яблоки понимаете о чем я если говорить о допустим вот этих вот диодах смотрим на зайчиков зайчиков где больше у меня по ощущениям кстати зайчиков больше на яблоке хотя опять же в исходники потом может быть все по-другому и разумеется с максимально освещенного место видите диодная лента намного правильнее передается по цвету вот эта синяя фиолетовая синяя все-таки на яблоке но вот тот источник освещения который мешает нам видеть сзади стоящее здание больше слепит мне кажется тоже яблоко и здесь плюс-минус одинаково мы идем по пляжу и пытаемся рассмотреть вот у надпись я думаю вы догадаетесь какую до насколько хорошо в иксе будет надпись здесь x6 и насколько хороша надпись будет вы все здесь принципе да и там и там читабельно рядом стоящее здание и там и там абсолютно бесконечно не видны но если посмотреть допустим на людей поближе яблоко здесь больше выигрываю и да для меня больше это сравнение не между айфоном 15 а и redmi к 60 ультра между айфоном 15 и сяоми 13 т про как не смешно это говорить потому что здесь основной модуль у нас получше посерьезней процессор тот же чем 13 т про smart дешевле но если брать опять же 13 т про без распродаж он будет выходить вам примерно как яблоко чуть-чуть может быть дешевле вот так про съем и немного фронталки тех же условиях роллинг шаттер отсутствует зачем столько видео вот смотрите если вы досмотрели до этого участка то если вы задаете этот вопрос то это чистой воды лицемерия почему потому что если вам не нужно видео примера вы не смотрите видео примера у меня все структурировано то есть структура видео примеров идет после тела обзора а в конце резюмера вы можете услышать мои мысли если они вам нужны а потом мы с вами подискутируем как всегда так ну что стандартное продолжение банкета 4к 60 fps два смартфона iphone 15 и redmi к 60 ультра вот они наши любимые два объекта точнее один это надписи и в целом и там и там видно все единственное зеленый луч более зеленые конечно на яблоки а вот там над хилтоном синенькая подсветка больше похоже на синюю подсветку на айфоне вот мы сейчас попробуем увеличится увеличится и прочитать хилтон на redmi 6 не получилось и 5 секунд ну ладно потому что на айфоне у нас принципе при желании наверно можно прочитать но это наверно с натяжками прочитать каком случае значок можно определить и в целом один полтора все а ультра ширик не на одном ультра ширик на яблоки вот так без фиксации вот так с фиксацией что ответом уже не хуже точнее лучше уже заговариваться начал целом а вот теперь без сравнения да когда отдельно в 4к 60 фп снимаешь на к 60 ультра кажется что вау как классно снимает главное не сравнивать во первых во вторых сейчас освещение больше завете то сейчас включилась освещение дополнительные поэтому то что вы видели сравнение если уже видимо скорее всего видели то но вам кажется менее приятные чем вот эта картинка не обольщайтесь и лучше посмотрите все таки в чем разница между яблоком и радиком но снимает он очень достойно за свои деньги прямо безумно достойно по мне опять же на основной модуль потому что все остальное что ультра ширик что фронталка 4к 60 фпс если вы станете футблогером и решите готовить вот так вы сможете снимать на к 60 ультра ну что же 4к 60 фпс съемка с одной руки по катушке на дюжет макси кто знает это мой второй байк будете его еще и вот так вы сможете снимать движение максимум 8к снимать 4к 120 фпс не может а в целом если вы слышите почти отлично то есть на месте вы можете рассмотреться на лодке срочно вы решили пока в чеке разговаривали с работчиком самого шкебы но так я думаю что с вами окружающие встретились в решении скорости десяткового года вы решили быстрее так как регистратор с вами полностью Нежелательно, правда, этого делать. То есть максимум у нас что-то можно вешать, но если вешать, то там будут вибрации и картинка будет не очень. И вот такая фронталка. Редвиг ТА-60 Ультра в движении. Приподниму, чтобы глаза он пытался различить. Такая себе картинка, но, как многие мне пишут в комментариях, снимает и радуйся, что еще телефон должен делать. Звонит и снимает главное, правда? Еще немного футблогинга. 4К-60 ФПС, К-60 Ультра. Хорошо снимают. 4К-60 ФПС, меркалась, основной модуль и попытка перейти на Ультра Ширик не дает успеха. Почему? Потому что в 4К-60 ФПС, а Ультра Ширик здесь не снимает. Вот так. Ультра Ширик 1080p 30 ФПС, без всяких сравнений. Немного, как говорится, красивых видов. С безумным количеством шумов. 1080p 60 ФПС. Основной модуль. 4К-60 ФПС. Основной модуль. И для чистоты эксперимента 4К-30 ФПС. Основной модуль. По идее, сейчас должна быть лучшая ночная картинка. Не по поводу плавности из таба, но по поводу количества объектов, освещенных, которые он вытягивает. И немного фронталки 1080p 30 ФПС при хорошем освещении. В принципе, для того, чтобы кому-то куда-то послать через какую-нибудь социальную сеть, за глаза и за уши. Обратите внимание, даже диодная лента синяя позади меня, в принципе, не так плохо выглядит. Не сливается, во всяком случае. Ну, во всяком случае, у меня надо посмотреть, как это все-таки снимается. Ну что, 4К-60 ФПС. Немного опасно. Съемка в движении на спуске. И, разумеется, так делать нельзя. Разумеется, нужно всегда 2-2 руки на руль. Но вам будет интересно. Ночная съемка, спуск. 4К-60 ФПС. Редми К-60 ФПС. Разгоняться не будем. Скорее, будем притормаживать. Потому что загонять здесь, в принципе, на спусках нежелательно. Но, картинка, я думаю, для вас будет интересна. Тем более, спуск здесь довольно небольшой, но крутой. Скорость минимальна. То есть, я предприцательники спускаюсь. Вот, видите. Разогнался бы, мог бы животину бы. Животное сбить бы. А это плохо. Так, никого сбивать не надо. И продолжать спуск. Разумеется, я буду так же плавно. Надеюсь, у меня сильно материть не будут. Потому что здесь уже сложнее. Здесь машин больше. Но вам тоже будет интересно. Разговариваю через шлем. Так, позади меня тоже байк. Ну ладно. И съемка разумеется. Сенсор будет освещение. Потому что едут так же байки, так же машины. Так же светит у меня сенсор. Который АМХ 800 2022 года. В отличие от 2021 года. Xiaomi 13T Pro, да? На основном модуле. Но это мы не будем обсуждать сейчас. Потому что сейчас мы обсуждаем Redmi K60 Ultra. Толкан без агрегации. Что-то. С другой стороны, вот сейчас я в городе проверял. В городе никаких претензий у меня к съемке не было. В течение к съемке, а к сети. Но за городом это вообще какая-то беда. Буквально полкилометра уезжаешь из города и все. И нормальный интернет вообще не работает. Я не знаю почему. Не 5G, не 4G, не 3G. Хотя вроде бы вендов здесь только нету 4G. А по сути агрегация частот влияет на все. Вот. Ну и для кого это будет важно. Фото максимум X10. Исходники в моей телеге. И в X10 это просто мыло. То есть там один сплошной кроп. И по большому счету, еще раз повторяюсь, в этом смартфоне смотрите только на основном модуле. И ультраширик это от безысходности, если вот вам нужно общее ощущение передать. И все. Минусы нет миниджека, нет возможности расширить внутреннюю память, нет оптического зума, нет 7 и 20 бенда, для 4G плохой сверхширик и нет телефото. Ну и ужасная фронталка, как всегда. Радует только то, что фактически, технически это копия Xiaomi 13T Pro просто в два раза дешевле. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В личном телеграм-канале, повторяюсь, смотрите примеры, фото и видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Ну и резюмировать я бы хотел, как всегда, на основной модуль 4K 60fps. Насчет комплементарности, насколько хорошо этот модуль работает, лучше посмотрите на лайв-канале, я делал обзор одним кадром. На все интересные смарты я беру смартфоны, на основной модуль просто снимаю себя и 10 минут рассказываю вам об этом деле. Здесь основные минусы, это, разумеется, сброс яркости в играх, он не космический, но может быть критичный. Второе, разумеется, минус, это то, что у нас нет пруссификации из коробки, то есть нужно будет заморочиться и третий, очень серьезный минус, как я и говорил, это, разумеется, агрегация частот. То есть, понятно, что это дело греется, понятно, что оно много ест, 12% на ютюбе в час, это очень даже прилично. Напоминаю, особый акцент, это не флагман, здесь нет беспроводной зарядки, да, есть защита от влаги, но есть какие-то характеристики, которые есть у всех суперфлагманов. Хотя некоторые бренды BBK забивают на беспроводную зарядку прямым текстом, мы должны четко помнить, что флагман это беспроводная зарядка и защита от влаги IP68. Либо защиту от влаги, допустим, он классы, забывают указать. Но не будем о грустном, за те деньги, за которые он торгуется сегодня, если у вас нет возможности купить 13T Pro в глобалке и вы не выезжаете из большого города, это неплохой вариант. Просто вы должны помнить всегда, что 13T Pro это тоже не идеал. В принципе, идеальных вещей не бывает, этот смарт неплох, я в принципе все равно всегда против Dimensity 9200+, однозначно хуже процессор, чем Snapdragon Gen 2. Но оболочка IP68, внешний вид, основной модуль в каком-то смысле решают. Смарт очень хорош за свои деньги. Топ. Поэтому не забудьте подписаться на канал с колоколом. Всем огромное спасибо за просмотр. Кому интересен девайс, повторяюсь, на лайв канале есть тест в играх, тест сброса яркости в шотцах, есть тест обзора одним кадром с основного модуля. Я очень надеюсь, что это все дело вам будет полезно. Мне смартфон понравился и в этой расцветке тоже. Девайсу от меня да, если вы понимаете все минусы. Добра и удача вам, дорогие друзья.